Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 всё хромированное, светящийся контрацептив. Зачем-то можно присесть, наверное, чтобы током не ударило в башку. Ну, нахер. Главный герой и так-то ходит еле-еле, а если ещё присаживаться, это вообще. То есть в игре нету бега, абсолютно бега нету, я не знаю, с чем это связано. Вот обратите внимание, какие просто мега хромированная лестница, да, она не ржавая никакая, не выполнена в стиле арматуры какой-нибудь сваренной, она просто, она просто хромчик. А вот здесь герой ходит довольно быстро почему-то. Хотя я так понимаю, судя по волнам, да, которые вот здесь незаметно расходят, что он сейчас по поясу в воде. Ну, в игре есть прыжок, но прыжок как-то странно работает, вот, ну реально, физика движений, ну просто халфа первая. Просто халфа в новой обёртке. Ну, в хромированной поверхности нету отражений никаких. То есть теперь как игрока подкупает то, что, как бы, ну, скриншоты смотришь, да, вышел инди-хоррор, смотришь скриншоты, вот, ну, воду научились на экране делать, молодцы. То есть скриншоты смотришь, вроде приличная игра, кажется, да, начинаешь играть, ну, что это такое, посмотрите, ну, стены, то ли зеркало, то ли стекло, но главный герой в них не отражается, то есть вообще непонятно, что это за... Что это такое за текстуры непонятные, непонятного свойства. Вот как решётка, да, мега правдоподобно открылась. Наверное, нам сюда, я не знаю, фонаря нету, но... А ползком главный герой передвигается просто, как я не знаю, как будто ему сейчас только что, минуту назад противопехотной миной ноги оторвало. Я не знаю, просто что за скорость ползка такая. Как будто сейчас вот прям скример, наверное, будет, сожмите булки. Я просто не знаю, к чему так медленно ползать. Выглянуть за угол нельзя. Открыть решётку тоже нельзя, как я вижу, потому что не появилось это волшебного дизайна буква F, красная. Видимо, эта вентиляция позволяет куда-то посмотреть за каким-то хреном. И теперь такой же долгий путь назад вообще предстоит. Ну, просто вообще по атмосферности герой ползает просто мега атмосферно. Вообще класс. Это то самое место, где наверняка все скажут, что игра атмосферная и ламповая, или как там принято нахваливать любое говнище. Бля, я сейчас психану нахуй и снесу её, если он быстрее не начнёт передвигаться. Ну, это просто пиздец. Хоррор, в котором главный герой еле ползает, это, я не знаю, такое ощущение, что главному герою не страшно как бы. О, аптечка. Почини себе ноги, сука. Медикал кит. Бинокль тут на какой-то хрен лежит. Куда тут смотреть в этот бинокль? В другой конец коридора, что ли? Граф Рэй Джонсон, подданный короля, основал на новой земле. Кстати, вот в Энке, да, которая вылетала, как последняя прошмандовка. Игра такая, помните, где тоже в доме просыпаешься, в подвале тоже ничего не помнишь, блядь. Надо выйти за 30 минут. Вот там записки были так же стилизованы. Отечественный Arial шрифт просто на этой бумаге выглядит просто нелепейше. Я не знаю, но скачайте вы шрифт для фотошопа, стилизуйте хоть чуть-чуть, что это за говно. Рэй Джонсон в скором времени, особняк. Да, блядь, на ваш особняк, слушайте. Как убрать-то нахуй с экрана ваш особняк-то? На F тоже, обалдеть. О, фотка, обалдеть. На Nokia 3310 фоткали по-любому. Скажете, не было на Nokia 3310 фотика? В том-то и дело, скажу я вам. Так, надо закрыть нахер, чтобы потом в темноте мизинцем об дверь не уебаться. Надо его прикрыть, всё. Блин, не пойду, я чего-нибудь лимонного глотну, что-то вообще. Так, продолжаем. Ну, тут же какой-то свет, короче, мистический. Мистический лунный, непонятно, что за окном. Вообще лес глухой. А тут что-то топит, походу, смотрите. На кровищи-то это не похоже, а вот на протечку очень даже. Там, что-то помешало. Дверь вон визуально уперлась, короче, в плинтус, который нереально огромный. Что за плинтуса здесь такие? Зачем-то можно свет выключать, не знаю. О, мой любимый канал показывают про море. Мне эти новости напоминают стишок этот с 90-х, типа «Все мы любим Шатунова, но не все же влюблены. Из-за пацана такого две уже повешены». Понятно, короче, неизвестное убийство происходит, всё понятно. «В отсутствие замещания, дом был передан полно-краснительный». Дом упередан... Ох, нихуево. Туда не идём, понятно. Оу, чё такое? Ой, блядь. Всё, всё. Пустите меня, блядь, куда-нибудь. Мама. Так и чё, а... Может, он ушёл? Не, он стоит. Ну, давай постоим, блядь. Чё? Чё ещё делать-то? Будем брать друг друга на понт, ты согласен? Он какой-то тупенький, походу, слышите? На понт берёт. Я знаю таких, которые быкуют, а сами ничего не могут. Это и ты такой же, да? Ну, давай, давай, давай. Чё ты, блядь, думаешь, я тебя боюсь, что ли? Ебать, я боюсь. Хуй с тобой уговорил. Пара-пара-пам. Пшш. Чё-то я не врубаюсь. Чё тут надо делать-то, блядь. О, главный герой. Главный герой, смотрите, вырос внезапно. Ох. Блядь, ещё раз эта мышка выключится. Я буду бить её об стену, пока всё дерьмо из неё не выбью. Чё-то я нихрена не врубаюсь. Как бы всё закрыто. Там ключ нужен, там дверь уперлась в стену. Надо идти сквозь темноту, что ли? Пауки тут такие, сука, размером нахрен я не знаю просто. Сарахнидов из Звёздных войн. Ну чё там? Блядь, опять мышь. Да ёб твою мать. Как ты задолбал от меня? Всё, мышь была аннигилирована. Психанул, вырвал из неё провод. Короче, официально заявляю, что проводные мышь. Блади абсолютно говнище. Стоят они для мыши с проводом, ну, достаточно дорого. Но прожила мышь, ну, чуть больше года. И начала постоянно что-то выключаться из-за провода, который идёт в мышь. В то время как мышь X7 просто у меня жила где-то года 3, если даже больше, наверное. Ой, блядь, сука, пиздюк, я из-за тебя мышь сломал. Иди сюда, тварь ебаная, я тебя порву сейчас нахуй. Ну и чё? Блядь. Ну, конечно. У него был топор, блядь. И чего? Хрустит, чё-то делает там. Ну, я бы не сказал, что это было прям страшно. По-моему. Я чего-то такого, в принципе, просто ожидал, на самом деле. Ну, где контрольная точка? В этой ебучей комнате, что ли? Потной. И что? Ну, так а чё делать-то? Я чё-то нихера не врубаюсь, короче, в эту игру. Кстати, она вроде как украинская. Когда-то украинцы делали неплохие игры. Типа, сталкер, все дела, но... Ну, это... Чё дом трясётся? О, в этот раз дверь открылась. Нифига себе. И чё? А, и тут... Китчен, блин. Кухня. Сука, засранная. Антисанитарийная. Это не открыть. Вообще, не вдупляю, чё тут делать. Нихера здесь нету. Ну, я понял, что-то изменилось в этот раз. То есть, надо было, надо было дать себя убить, короче. А, так вот, кто дверь с той стороны дёргал. А, да это что? Тощий негр. Да и пройти-то, ёб твою мать. Гаист поганый. Тощий негр, значит, с ножом в спине заперся в комнатке. Где какие-то бочки с синькой. Кэрри Джонсон, 91-й год. Чё-то знакомая Кэрри Джонсон, к сожалению. Я не могу вспомнить, кто такой Кэрри Джонсон. Но где-то я о нём слышал. Может, просто потому, что Джонсон распространённая фамилия. А, Кэрри, ну дай выйти-то, ёбаный ты. Пиздец. Главному герою просто нравится топтать ногами негра. Как дверь закрыть теперь, чтобы пройти дальше, ёб твою мать. Ни хера не понимаю, чё делать-то в этой игре надо. Сука, ой, как я обожаю инди-хорроры. Просто, блядь, моя любимая, мой любимый жанр игры-то инди-хорроры. Просто ничего лучше мир ещё не придумал. Постоянно, всегда они глючат. Постоянно они какие-то... Имеют левые, абсолютно, скримеры нахер ненужные. Следующая дверь, что ли, открылась? Вы, блядь, издеваетесь, что ли? Что там за хуйня? Торчит какая-то шпала из стены. Кто-то там мопед какой-то заводит, что ли. Отличные вент-каналы у них там на западе, я вам скажу, что туда человек помещается. И чё? Теперь ещё вверх ползти, ну это вообще... Это просто, я не знаю, скорости со второго из War Thunder. О, боже! Да. Игрище просто вообще от бога, я не знаю, ну, блин. Неужели трудно просто скопипиздить, а Outlast просто сделать ещё один? Ну, Outlast, ну, вообще, ну, согласитесь, что из всех инди-хорроров Outlast, ну, он самый адекватный. Адекватный сюжет, адекватные скримеры, всё адекватно. Тут, ёпты, чё-то какая-то, чё-то мне не очень нравится, короче. Ну, и как вы думаете, где я оказался? Я оказался снова в этой мокрой комнате. Пффф! Блядь! Да это же самое начало. Чё-то я, сука, не врубаюсь. Ну и нахренай, всё это надо. Я не нашёл ключ, я не нашёл ничего. Может, записка новая какая-нибудь? Да, конечно, блядь. Там таблетки лежали, это, мне кажется, разработчику надо таблеток выпить. Дверь закрылась, значит, можно пройти. Да. Довольно трудно шутить, тут какие-то шутки, выдавать какие-то мысли. Тут... Теперь она закрылась, да? Достойно, блядь, достойно. Отстойно, блядь, отстойно. Вот, чё надо говорить. Ну, давай. И чё, опять туда пойти получить по башке, что ли? Весь смысл, наверное, героя убивать здесь каждые пять минут. Кровища какая-то, наверное, от меня осталась. Да, блядь. Ну, хуй его знает. Там чё-то вроде видно. Видно, что никого в коридоре нету, как бы. Видно, что пол опять зеркальный. То ли напидориный, то ли мокрый. Опять главный герой идёт, сука, со скоростью, я не знаю чего. Закрыто нахрен. Тут, сука, кровища, блядь. И тут херак. А. Понятно. Опять какая-то девочка стала женщиной. В дешёвом отеле. Да ещё как. Несколько раз подряд, судя по тому, что кровищ так много. И чё тут делать? Засвидетельствовать, что ли? О, ключ светится. Ну, это тот самый ключ, к которому ещё попробуй, блядь, пристройся, чтобы его взять. Сука, ты чё? Блядь, кое-как его взял. Ну, сейчас вероятно, что этот пидор нападёт. Нет, не напал. Довольно странно. Ну, погони точно не будет, потому что бега нету. Оглядываться в этой игре на звуки и музыку тоже смысла нет. Потому что, ну, бега-то всё равно нет. Вас догонят, так или иначе, какая хуй разница. Как будто, блядь, прорисовка, дальность прорисовки объектов, три шага просто. Ёп твою мать. Просто обоссаться. О, блядь, пошёл ты нахер, ползай что-то, сука, идиот. Блядь, какой тихоход, это нечто просто. Ну, блядь, я просто не знаю. Как можно играть в игру, где главный герой так медленно ходит? Да, я понимаю, что я должен усираться здесь от страха при каждой вспышке молнии. Но мне, к сожалению, слишком похер. Никого. А главное, теперь не надо ключ вставлять, дверь сама открылась, да? Сработала сенсор, да? Что? Сохранение опять. Ага, вон эта решётка, короче, через которую я сюда залезал. Опять аптечка. О, можно открыть теперь это говно зачем-то. Как можно открыть эти дверцы? Но смысла нет, потому что там ничего никогда не лежит. Я ещё ни разу там ничего не нашёл, кроме каких-то фоток, которые мне вообще нахер не нужны. Параша здесь какая-то. В параше ничего нет. А это, наверное, выход, да? Что-то трещит, я слышу, как будто... Как будто удочку сматывают. Какой-то звук такой непонятный. Опять нужен ключ? Ну там дальше-то вообще какой-то Silent Hill, блядь. Пять коридор. Кто это говорит? Не, я знаю, кто это говорит, с кем он говорит. С топором? Такое ощущение, что голос у него в голове. Да-да-да-да-да. Очень-очень классика просто. Лопнули все лампочки. И снова загорелись. Это дикий хоррор просто. Я сейчас, не знаю, сейчас завяжу просто. Виск прям уже подбирается к моей заднице. Я буду жопой кричать. Как мне страшно просто в этой игре, блядь. И теперь вверх по лестнице, сука, как хрена узнает. Как в какую-то, блядь, в Тачмахал какую-нибудь там башню эту турец. В минорет как будто, сука, поднимаешься. Смотрите, сколько ступенек. Главный герой-то и так, и так как инвалид ходит. А вверх по лестнице он вообще сейчас, я не знаю, надорвется, наверное, идти по этим ступенькам. Вроде ноги, вроде у него две ноги. Вроде он нормально, здоровые ноги. Только походка какая-то пидорская, немножко непонятная. Как будто он, сука, пистолетом куда-то прицелился. Знаете, так в детективах ходят. И я как бы на чердачеле. И здесь у меня... О! Вот этот поворот-ключик. Шкафотень закрыта. Интересно, а чисто, чисто вот теоретически я могу отсюда спрыгнуть, чтобы не ходить пешком? Прощай, жестокий мир. Блядь, не перепрыгнуть с таким прыжком. А, здесь потолки очень низкие еще. То есть, перепрыгнуть-то можно. Спайдер-мен! Спайдер-мен! Сука, спайдер-мен! Вау, я... Смотрите, так даже Иисус не умел. Он только по воде ходил, а я могу по воздуху. Значит, я круче бога. Обалдеть. Да спрыгни же ты вниз-то, уродец недоделанный. Но в припрыжку... В припрыжку по лесенке даже быстрее. Вау, че-то... Очаровательно, вообще. И все это так долго, бляха, муха, ёптвою медь. Снова коридор, вообще. Просто божественно. Гипнотически прорисовываются канистры вдалеке. Тут наступает уголок какой-то кромешной тьмы. Нахрен тут канистры, вообще непонятно, че мы тут заправляли, ёптвоить. Сколько уже времени, интересно, я играю? У меня уже просто так надоело эта херня. Че-то прочесть можно. Опять какая-то фотка, блядь, Маяковский в детстве. Не вижу смысла её разглядывать. Вообще-то не кажется, что рано или поздно здесь будет скример, где он будет стоять за поворотом с топором. Опчики, опять открылось. Дорогие зрители, сегодня в нашей студии Эрик Лавье, лучший друг Кэрри Джонсона, убитого несколько месяцев назад при неизвестных обстоятельствах. Скажите, Эрик, как давно вы были знакомы с мистером Джонсоном? Здравствуйте. Я знал Кэрри с самого детства. Он всегда был хорошим парнем, никогда не отказывал в помощи. Мы с супругой часто бывали у него с гостя. В его огромном фамильном особняке. Спасибо, Эрик. Вы можете ещё что-нибудь рассказать нам о своём погибшем. Да, Кэрри Джонсон, конченный гандон, псих с топором и тот ещё уёбок. Вот, чтобы я о нём рассказал. 60-й год. Граждане, отмена преподавания французского языка в школах заставляет нас наплевательски относиться к своим корням, к своему прошлому, к своим соотечествам, даже несмотря на то, что я, мой отец и мой дед являлись подданными короля моей дети. Изучали французский, как дай нашей истории. И даже если это наиглупейший акт будет принят, мне придётся отправить своего новорожденного внука Кэрри в интернат. Квебек, чтобы он хоть там смог изучать язык, на котором говорят ни много ни мало половины нашей страны. Поэтому я высказываю решительно против законопроекта, об отмене параллеву францея. Хоть я и англичанин до мозга костей, Ланс Джонсон член канадского парламента. Чтоб пришли к нам в студию. Как там, блядь, выключить это говно. Да, сука, французский язык. Французский язык надо изучать. Очень, очень нужное. Вообще, если полстраны разговаривает на каком-то языке, мне кажется, что этот язык изучается как-то автоматом. Например, в Украине полстраны разговаривает на украинском, половина на русском. И при этом они все знают оба языка, и помимо этого в школе изучают английский. Поэтому что-то здесь какую-то херню морозят, по-моему. А игра-то, собственно, и есть украинская. Поэтому что-то вообще муть какая-то. Что-то опять борода какая-то, но... О, неужели они шрифты нашли, где в фотошопе менять? Здравствуй, дневник. Хочу поделиться с тобой радостной новостью. Я сегодня выбил главный приз в тире, когда мы ходили туда с Джесси. Как она была рада, черт. Она такая хорошая, что я хочу всегда и везде ее защищать. Я бы даже на бокс записался, но, боюсь, мне там вломят пиздюлей. В то время как все соседские мальчишки играют в хоккей, конечно, это не очень понравилось моему отцу. Знаю, что дед... Знаю, что дед был рад. Он говорит, что с моими наклонностями могу сделать хорошую военную карьеру. Пойдя по стопам его отца... Что-то там не про честь. Видимо, дегенерата написано. А я пока не хочу ничего загадывать. Сначала закончу школу, а там видно будет. О, нихуя. Что это такое? А, это консоль. Тут читы можно набирать. Сейчас попробую. Не работает, блядь. Дробовика, видимо, нет в игре. Все-таки нет. Как убрать-то? Видишь, экран. Три шага и еще записка. До свидания, дневник. Я оставляю тебя здесь, дома. А сам уезжаю на войну в Ирак. Отец волнуется, как бы там меня не убили. А я почему-то не боюсь смерти. Наверное, это потому, что у меня в моем-то возрасте нет ни жены, ни детей, ни вообще чего-нибудь, ради чего хотелось бы оставаться на этом свете. А так, хоть кому-то, надеюсь, моя смерть принесет пользу. Небать, какая депрессивная херня здесь написана. Пойду тоже на войну соберусь. А то в моем возрасте у меня тоже нет жены, детей. Только подписчиков 4000. Черт, я так уверен в том, что не вернусь, даже составил завещание. Раз родных у меня нет, завещаю все, включая дом благотворительному фонду Красное Дерево, где работает мой старый друг Эрик. Правда, отец об этом еще не знает, но я думаю, что он не будет против. Эх, пора ложиться спать завтра в дорогу, прощай, дневник. Так, понятно, у нашего чувака синдром войны, блядь, в Ираке. Что написано? Офис. И туда не войти, потому что он закрыт. Ладно, короче, слушайте, надоело эта хуйня. Опять не знаю, что куда идти этой бодрой походкой, бодрейшей просто, блядь, шагами, короче. Не знаю, по-моему, игра говнища какой-то, короче. Не знаю, даже амнезия, бля, лучше была, она вышла пять лет назад, по-моему, если не больше. Короче, не знаю, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. По-моему, просто дикая уныние, нахер, не знаю. Ни подачу сюжета, ни геймплея тут, нихера. Если бы хотя бы он ходил быстрее, я еще, может быть, бы подумал. Но он ходит как конченый инвалид, поэтому это только не атмосферности добавляет, а занудности, блядь, две лопаты в жопу разработчику. Все, короче, пишите, жмите. Че хотите. Витя. Витя.